в мастер-классе я бы хотел рассказать вкратце про ардуино что это такое вообще откуда появилась что такое ардуино ардуино появилась из такой идеи что раньше нужно было для того чтобы создать какой-то проект связан с электроника очень много знаний имеете в программировании в электронике и если у вас появлялась какая-то идея вы должны были найти крутого инженера или потратить один-два года на то чтобы это самому изучить и начать применять своих проектов и ардуино проект из италии 3 чувака спасибо базе это основатель ардуино и его два друга они думали над этой проблемой как упростить и сделать так чтобы люди с различных других сфер таких как учителя дизайнеры архитекторы могли с легкостью делать какие-либо проекты связанные с электроникой с легкостью начать программировать не сильно углубляясь в инженерную сторону и им пришла идея создать вот такую плату в которую они все все эти элементы электроники которые нужно соединять они все это соединили сделали одну плату входит и все нужные элементы для того чтобы быстро начать и сделали программное обеспечение упростили код раньше нужно было печатать писать код на низко уровнем языке программирования сейчас это сделано намного проще и очень легко людям которые вообще не имеют никакой инженерного образования никак не связано с программированием начать что-то делать создать и массима базе своим двумя друзьями они сидели в кафе который назвался king of еврея ардуино и когда пришел момент в выборе названия для своего проекта они долго не думая выбрали как раз название этого кафе где эта идея им пришла ардуино а сама ардуино это кафе названо в честь короля короля италии средневековья короля ардуино такое необычное название есть если интересно посмотреть про историю ардуино есть очень классный крутой документальный фильм ардуино за документарий он есть на виме вот здесь ссылка позже тоже в чат скинул документалка на английском но есть субтитры на русском языке если интересно можете посмотреть почему ардуино сейчас у всех на устах все преподаватели информатики у нас и все кто вообще начинает что-либо творить с электроникой они всегда начинают с ардуино и вообще весь интернет заполнится ардуино почему так случилось на самом деле ардуино это не первая такая плата до массива банк до итальянцев очень много людей тоже о такой идее думали даже были несколько выпущенных проектов похожих на ардуино но почему ардуино стал популярным по двум причинам первая причина производители массива банзи основатели ардуино они изначально поставили себе концепцию open source все исходники все исходники все исходные коды схемы как создать ардуино были в открытом доступе и любой человек мог их скачать и сделать домашних условиях или все на заводе такую плату это во-первых во вторых все всемирное инженерное сообщество участвовало в создании ардуино также если у кого-то были какие-то идеи они могли поспособствовать там помогать развитию проекта и поэтому с каждым разом ардуино обновлялся обновлялся становилось легче круче и доступным этим воспользовались китайские заводы которые начали штамповать ардуино потому что код открытый все схемы есть они начали выпускать массовое и за очень дешевую цену начали продавать в китае за 4-5 долларов можно купить рабочую ардуинку такую же как там оригинально итальянскую также будет работать и ардуино она так как открытая open source ее легко модифицировать появилось очень много модификаций ардуино люди начали создавать свои ардуинки китайские заводы там начали по своими брендами ардуино выпускать это все не запрещается даже у нас в казахстане выпускались ардуинки одна из ардуинок мы сами тоже пытались такое сделать у нас был свой клон ардуино назывался just on pass также ребята были которые нордуино создали не знаю сейчас есть вот и вторая причина она исходит из первой создалось огромное большое комьюнити сообщества вокруг ардуино которые постоянно что-то писали сообщества делали инструкции на ардуино делали видео уроки и но это как снежный полом создавался крутилось и сейчас но ардуино можно сказать лидер для начинающих в электронике очень-очень удобен в школе когда вы объясняете электронику программирование ведете уроки в проектно-ориентированном формате то ардуино это прям супер удобная вещь так же есть инструктейблс это я о нем хотел бы отдельно остановиться это очень крутой ресурс на нем в этом портале люди создают инструкции для своих проектов он был он создавался не для ардуино там люди с различных сфер профессии создавали для каких-то своих вареньев инструкций например например как плитать вкусный борщ сначала возьмите тарелку потом когда появился ардуино все вот эти ардуинщики они пошли в инструктейблс и сейчас наверно 80-90 процентов инструкций они связаны как-то с электроникой с ардуино на инструктейблс и мы очень часто пользуемся этим порталом когда я в школе преподавал мы очень часто выступали на различных конкурсах и очень часто побеждали и конкуренты часто спрашивали в чем рецепт такого успеха почему ваши команды побеждают откуда у вас столько идей и по идее рецепт очень простой рецепт английский язык то есть если вы знаете английский язык то для вас все это мировое сообщество ардуино открывается и вы с легкостью можете смотреть посмотреть на другие проекты посмотреть что пишет форма какие есть идеи и из всего этого создавать свое вот это примеры различных проектов сделан на ардуино есть один youtube канал создатель этого канала повышает себя уверенность количеством своих подписчиков и он у себя на кухне поставил такое устройство которое постоянно высвечивает ему количество подписчиков если там оно увеличится у него настроение поднимается если оно уменьшается он грустно там видеографы фотографы часто используют ардуино для того чтобы создать для себя какие-то удобные инструменты для съемок романтики делают признание с помощью ардуино архитекторы дизайнеры создают нереальные какие-то сюрреалистические объекты которые там завораживают своими эффектами если интересно там youtube бете ардуино дизайнер там очень крутые архитектурные дизайнерские решения также вот актуальная тема студенты с различных университетов сейчас делают open source решение для удешевления EVL систем для вентиляции легких тоже основан на ардуино open source вы можете если у вас есть какие-то идеи тоже включиться в это сообщество и вот например дизайнеры одежды они вшивают ардуино прямо в одежду и делают тоже какие-то новые нереальные одежду которая открывает новый виток в индустрии моды вот я говорил что очень много появилось ардуино различных типов есть склоны есть оригинальные ардуино сама ардуино выпускает тоже серию где-то около 15 различных ардуино они отличаются размерами функционалом вот самый стандартный это ардуино он для начинающих и например после того как вы сделали на ардуино он свой проект хотели теперь хотите его в реальной жизни применить его нужно уменьшить там убрать ненужные отсюда элементы для этого есть поменьше ардуинки есть ардуинки подключенные с блютузом есть ардуинки подключенные с вайфаем чтобы например какие-то данные в интернет сразу передавать или блютузом чтобы например соединиться с телефоном так перед тем как приступить к ардуино хотелось бы сделать небольшой экскурс на курс школьный курс физики примерно 9-10 класса где мы проходили электронику и я бы хотел я бы хотел порекомендовать очень хорошую книгу называется code hidden language of computer hardware software он доступен по этой ссылке на русском языке кому интересно можете зайти и почитать эту книгу здесь очень доступным языком объясняются очень сложные понятия в электронике и детям интересно и преподавателям будет интересно как там какие-то сложные темы в электронике очень просто объяснить очень хорошие идеи я часто использую здесь идеи и хотел бы небольшой экскурс по физике сделать что такое электрический ток вообще что такое электронный как это все работает двигается есть такое понятие физики как электроны я не буду объяснять что это такое но электроны они имеют свойство двигаться и когда много электронов двигается в одном направлении вот где например миллионы они двигаются в одном направлении то они создают создают электрический ток и вот как раз в этой книге как этот момент объясняется очень интересным способом они приравняли электроны к бомжам и сделали вот такую схему все очень интересно есть батарейка обычная батарейка допустим обычная пачка батарейка у нее есть плюс сторона и минус сторона допустим плюс сторона и здесь минус сторона если мы раскроем батарейку и посмотрим что у нее внутри то простым языком объясню у него батарейка делится на две части внутри. И по аналогии, которая приводится в книге, в одной части живут, где плюс куча бомжей. Миллионы-миллионы бомжей живут. Не живут, а скитаются. Миллионы-миллионы бомжей, у которых одна единственная мечта, цель в жизни — это найти себе дом. И есть большая стена, которая не дает этим бомжам переходить на вторую сторону батарейки. А на второй стороны батарейки находятся дома. Тоже миллион-миллион домов, но пустующие. Пустующие дома, которые могли бы эти бомжи заселиться, но они не могут, потому что здесь стена, которая препятствует. И в электронике есть такой план, как проводник. Проводники — это любые провода. Любые металлы, например, вода может быть проводником, если ее с солью разбавить. Воздух в какой-то степени тоже может быть проводником. Проводник — это то, что через что могут двигаться электроны. И, допустим, если мы соединим батарейку в сторону плюс каким-нибудь проводником провода, так стороне минус, то вот эти электроны бомжи сразу получат открытый доступ к домам. И они все побегут к своим домам, начнут заселяться. Ну а бомжи — они не культурные люди. И они начинают все вместе бежать по этой цепочке и создают такой большой наплыв в температуру. И провода вот эти, проводник не выдерживает, он сгорает. Это называется короткое замыкание. То есть, если вы плюс-минусом соедините, это всегда будет вспышка, взрыв. Такое нельзя делать. И чтобы такое не произошло, нужно для этих бомжей, чтобы они эти дома бесплатно не получили, они должны заработать эти дома. Поэтому мы где-то посередине можем поставить какое-то устройство, которое будет заставлять работу этих бомжей. И потом они после того, как выполнены работу, будут уходить себе дома. Например, это может быть лампочка. Лампочка. Они поработали, тем самым лампочка начала загораться, и они пошли в свои дома. Как это на самом деле физически устроено, тоже можете позже почитать в этой книге. Атомы. Есть атомы, электроны двигаются к пустующим атомам, которые нуждаются из своих электронов. Ну, примерно такая аналогия. Вот. И еще одно понятие, которое, еще один закон, который я хочу напомнить, это закон ОМА. Кто помнит эту формулу, я в школе часто забывал эту формулу, и чтобы не забыть, я привязал эту формулу к слову «вирус». Я поднял «вирус», и все, у меня эта формула поднял. Я не забыл. Я просто забыл, как расстановил «Айра», ну, был множествен «Айр» или как. «В» у нас — это напряжение, «Айсила тока», «Ар» — это у нас сопротивление. Для чего это нужно? Мы будем сегодня подключать различные устройства к Ардуино, и чтобы они не сгорели, мы должны будем подключать к ним сопротивление. И чтобы посчитать нужное сопротивление, нам нужно будет тетаформ. окей. Так, идем дальше. Ардуино, сама плата, она имеет множество элементов, включенных в нее. Много из этих элементов для начинающих особо не нужны, можно не заморачиваться. Самое главное — это вот у нас посередине Ардуино есть микроконтроллер, который как раз таки является мозгом Ардуино и выполняет все функции, которые вы отправляете через ход. К этому уже микроконтроллеру подсоединены множество электронных элементов на Ардуино. Они как раз таки сделаны для того, чтобы упростить вам жизнь и чтобы вы это сами не создавали, не делали. Вы сразу начинаете программировать и уже создавать свои проекты. Теперь у Ардуино есть разъемы питания для того, чтобы Ардуино запитать, и разъем USB. USB нужен для того, чтобы вы передали напечатанный код на микроконтроллер. И из важного у Ардуино есть два вида входов, выходов. Они называются пинами. С правой стороны, вы здесь на слайде видите, это цифровые входы и выходы. И с левой стороны, снизу, аналоговые. Аналогов у нас шесть с А0 до А5. И цифровых у нас 14 входов и выходов. Аналоговые, к сожалению, только входы, они не могут делать выходное напряжение. И посредством того, что мы будем программировать конкретные пины, мы сможем подключать или отключать какие-либо устройства. Давайте теперь перейдем к одному ресурсу, который я хочу вам показать. Называется Tinkercut Circuits. Сейчас я вам покажу. Вот это мой аккаунт Tinkercut Circuits. Вы можете зарегистрироваться и использовать этот ресурс. Сейчас расскажу, для чего он нужен. Нажимаем создать. Tinkercut Circuits создавался изначально для того, чтобы создавать какие-то 3D-модели, но затем они подключали больше и больше различных проектов в свою систему. Я сейчас не туда зашел. У Tinkercut есть проект, который называется Tinkercut Circuits, с помощью которого вы можете создавать симуляцию электронных устройств. В нем вы можете подключить Arduino, вы можете подключить любые простые электрические инструменты. Давайте сделаем простую электрическую цепь. Подключим, допустим, я это удалю. Или пусть остается. Вот у нас есть светодиод. Для тех, кто получил призы, наборы, там есть светодиоды. Они примерно выглядят вот так. У светодиодов есть одна функция. Так как они являются диодами, они пропускают ток только в одну сторону. И для того, чтобы понять, с какой стороны, в какую сторону ток они пропускают, нужно посмотреть на длину ножек. Вот если вы видите на моем видео, одна ножка длиннее. Та ножка, которая длиннее, она является плюсом. И короткая ножка всегда должна идти в минус на землю. Здесь в Tinkercut тоже, если вы посмотрите, у нас одна ножка, она загнута. Это та ножка, которая у нас является анодом, плюсом. И короткая ножка является минусом. Давайте попробуем подсоединить плюс к аноду батарейки и минус к катоду. Это делается очень просто. Мы просто щелкаем на плюс батарейки и щелкаем на анод светодиода. Батарейку давайте развернем. Так, тут здесь развернуть. Так, у меня он почему-то с экрана пропал. Окей, хорошо, ладно. И минус подключаем к аноду. Теперь, чтобы это все заработало, мы должны нажать на play, начать моделирование. И мы видим такую картину, где у нас светодиод сгорел. То есть он сломался. Сгорел, сломался он, потому что светодиод, к сожалению, не может принять то напряжение, ту силу тока, которая выходит из нашей батарейки. Поэтому есть такой электрический элемент, как называется резистор. Это сопротивление. С помощью него мы можем создать нужную нам силу тока. И чтобы понять, какая сила тока нам нужна, мы должны воспользоваться формулой, которую я вам тут нарисовал. Закон Лома. Какие у нас значения в этой формуле известны? У нас известно voltage, это 9 вольт. И у нас здесь сколько может выдержать рабочее напряжение сила тока светодиода? Если я не ошибаюсь, напряжем на сила тока, светодиода у нас в данном случае 250 миллиампер. И нам нужно понять, понять наше сопротивление. То есть мы делаем каждое одно. Мы знаем, что у нас 9 вольт. Задавлено нам 250 умножим на 10, минус 30. И если посчитать, у меня калькулятор. Сейчас мы почитаем. Это 360 Ом. Мы посчитали нужный нам резистанс, нужное нам сопротивление. Теперь можем переделать нашу схему, добавить сюда резистор. Видите, он здесь самый первый стоит. Добавляем резистор. У резистора, в отличие от светодиода, без разницы с какой стороны вы подключаетесь. Чтобы удалить какой-либо элемент, вы просто нажимаете delete и подключаете резистор. У резистора в панели управления справа вы можете увидеть имя и сопротивление. Имя можно оставить. Это имя уже нужно тогда, когда вы делаете большие какие-то схемы. Пока нам это не важно. Нам нужно 360 Ом. Установим значение 360 Ом. Затем соединяем светодиод через уже наш резистор. Без разницы, через катод вы его подсоедините. То есть резистор к катоду или к аноду. То есть здесь руль это не имеет. Сила тока будет в цепи всегда одинаковой. Давайте подключим через плюс. Вот мы подсоединили к резистору. От резистора к аноду. И от катода к минусу батарейки. И давайте попробуем зажечь. Так, и у нас, как вы видите, светодиод не загорелся. Потому что я не знаю почему. Давайте вместо этой батарейки подключим Ардуино. Проект Tinkercad, он постоянно обновляется. Постоянно улучшается. Не скажу, что он не идеальный. Здесь постоянно какие-то недоработки случаются. Но основные какие-то элементы для того, чтобы объяснить, они работают. Окей. Окей. Так, у Ардуино, кроме аналогов и цифровых входов, вот сверху у нас цифровые, внизу аналогов входы, также есть постоянные пины. Среди постоянных пинов у нас есть два главных пина, которые мы часто будем использовать. Это 5 вольт и ground. 5 вольт, это можно сказать, плюс выходные. И ground, это у нас земля минус. Вот если мы соединим. Давайте вот так делаем. Так. Тут из-за того, что я Zoom включил, у меня пропала внизу панель управления в Tinkercad. Далее оно что-то не выходит. Поэтому я пока развернуть не могу. Сверху. 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 У нас не загорелся. Это значит, что ток прошёл. Мы вместо нашей батарейки использовали Ардуинку в качестве батарейки. Сейчас она используется. И наш светодиод у нас, он загорелся. Давайте я попробую сделать, а вот здесь можно развернуть элементы, я могу его вращать, и чтобы было более понятнее, я вот это делаю, выбираю элемент, заворачиваю И вот, как вы видите, у нас плюс подсоединен через резистор к 5 вольтам, земля подсоединена к минусу ардуины Окей, сопротивление у нас 360 вольт, мы посчитали по 9 вольтам, но, как вы видите, у нас светодиод горит, значит, эта сила тока тоже подходит, и нормально доходится, разогрелся светодиод Но как сделать так, чтобы мы могли управлять этим светодиодом, как сделать так, чтобы, например, светодиод мигал В электронике, как в программировании, есть такой вводный урок, всегда в программировании есть, Hello World называется, когда нужно там напечатать, чтобы на экран выходило Hello World Также в электронике всегда для начинающих делать вот этот урок, где нужно сделать так, чтобы замигал светодиод И в тинкеркаде у нас есть элемент код, он специально предназначен для того, чтобы программировать ардуином Они вот в тинкеркад с недавних пор добавили блочный язык программирования в виде скретча, но мы будем программировать текстом То есть это C-подобный язык, он специально был упрощен для ардуино Здесь уже стоит у нас готовый код, но мы его сейчас удалим И я вам объясню базовое понятие программирования уже в ардуино В ардуино коде всегда обязательно должны присутствовать два обязательных метода Это void setup и void loop Эти два метода нам нужны для того, чтобы у нас ардуино правильно функционировать Void setup нужен для того, чтобы сделать какие-то настройки для ардуино Void loop это уже тот код, который будет выполняться во время включения, во время работы ардуино И чтобы было понятен, допустим, мы написали какой-то код, инструкцию Допустим, сделай что-то, делай еще что-то, делай еще что-то Какие-то настройки делаем, допустим Говорим, типа у нас светодиод подключен к ардуино Какой-то сенсор подключен к ардуино Модуль какой-то подключен к ардуино Wi-Fi подключен к ардуино Это все делается в сетапе, а в лупе мы уже там, например, соединиться по Wi-Fi какой-то, пароль, допустим, такая-то точка доступа, пароль, зажечь светодиод, отключить его, паузу какую-то поставить, прочитать данные из какого-то сенсора, эти данные отправить по интернету куда-то, и это все мы делаем в лупе. Теперь, когда мы этот код запустим, как его будет в ардуино выполнять? Как только вы включите ардуино, как только с этим кодом ардуино включится, он начнет выполнять код по порядку. Сначала он зайдет в void setup и начнет выполнять код, вот ADF, ASL, DKF, начнет выполнять, потом дальше пойдет, дальше, 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 пока не выполнит все инструкции, которые мы прописали в void setup. И затем он зайдет в void loop и начнет выполнять тоже опять по порядку все вот эти инструкции, выполнять, 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 и когда он завершит выполнять то, что внутри void loop, он попадает в такую ловушку, он оттуда не может выйти. То есть он обратно начинает выполнять, сначала в void loop, выполнять, 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 потом обратно переходит сначала, и так до бесконечности, пока у ардуино не сядет батарейка, или там не отключите высоту от электричества в ардуино. То есть это будет постоянно, постоянно выполняться. Теперь вернемся к нашему светодиоду, вот он наш светодиод, я хочу, чтобы он мигал, хочу, чтобы он загорался и выключался. Допустим, загорался, одну секунду ждал, выключался и обратно загорался. Как это сделать? Для начала мы должны прописать инструкцию в void setup, о том, где этот наш светодиод находится. На данный момент светодиод у нас подключен к постоянному пину, который у нас никогда не меняется, он у нас константа 5 вольт. То есть вне зависимости от какого кода мы напишем, у нас этот светодиод всегда будет загораться. Для того, чтобы он как-то зависел от нашего кода, мы должны отключить его от 5 вольтов и... Так, надо код сначала закрыть, сюда переходим. Ладно, можно это сделать на интерфейсе, здесь есть удалить кнопку. И соединить наш светодиод к любому из цифровых пинов. Что значит цифровой пин? Цифровой пин, он может выдавать напряжение, либо не выдавать напряжение. Это напряжение постоянно 5 вольт. То есть вы можете... Либо 5 вольт выдавать, либо не выдавать. Относительно того кода, который вы напишете. Допустим, я подсоединил его к 10 пину. Давайте его передвинем. Теперь вы видите, у нас через резистор наш светодиод подсоединен к уже 10 пину. И мы можем этот 10 пин запрограммировать. В Arduino коде мы должны соединить, показать, где этот у нас светодиод находится. Для этого есть специальный метод, называется pin-mod. У него есть два аргумента. Два аргумента, которые мы пишем внутри скобок. Первый аргумент это какой пин. Допустим, в нашем случае это 10 пин. И второй аргумент, который мы должны прописать. На что настроен у нас этот цифровой пин. Он у нас настроен, должен быть настроен на выход. То есть он должен выдавать напряжение. Также эти цифровые пины могут принимать напряжение. Это нужно, например, когда вы используете сенсоры, и они, наоборот, информацию из внешней среды отправляют на Arduino. В нашем случае мы, наоборот, хотим, чтобы напряжение у нас выходило, если это идет горя. Поэтому мы пишем output. Output пишется через сети. И уже в void-клубе мы должны прописать инструкции о том, как подключить, включить светодиод или его выключить. Для того, чтобы подать напряжение на 10 пин, чтобы включился на светодиод, есть специальный метод, который называется digital write. Синтекс есть очень важен. То есть первая D, она должна быть строчной, а W без пробелов должна быть... Окей. Digital write. Здесь тоже у нас два аргумента. Мы должны написать, к какому пину подключен. Сначала мы говорим 10-ый. И во втором аргументе мы должны прописать, он должен выдать напряжение или, наоборот, не выдавать. То есть отключить. По умолчанию все пины, они стоят на невыдаче. То есть есть high, это выдать напряжение, и low. По умолчанию он уже стоит на low. Мы хотим, чтобы у нас светодиод включил. Поэтому мы ставим high. Давайте попробуем, все ли правильно мы написали. У нас выдала ошибка, вышла ошибка. Мы неправильно написали метод pinMod. Давайте попробуем его убрать полностью, этот метод. И посмотрим, что будет, если мы не включим pinMod. В редких случаях... Ой, у нас опять ошибка. Я... Скобочки. Мы подключили. Как видите, наш светодиод, если вам видно, очень тускло загорелся. Digital write, он без pinMod, в принципе, может работать. Но есть такой момент. PinMod, он конкретно может выдавать ему конкретное напряжение, которое ему нужно. Нет, все, давай. Теперь давайте снова попробуем поставить pinMod. Я не знаю, почему он только что не заработал. Мы его открыли, закрыли. Написали, какой конкретный pin. Написали output. И включили. Вот, ошибки нету. Да, скорее всего, я забыл скобочку. Надо всегда проверять на скобке. То есть, если у вас где-либо скобка открылась, не закрылась, или, наоборот, вы закрыли, а она не была открыта, то код не пройдет, и он будет постоянно обижаться и просить исправить ошибку. Не всегда программа, не всегда компилятор может это сделать умным, он не всегда может указать, какая конкретная ошибка. Поэтому будьте очень внимательны, не оставляйте скобки и не забывайте ставить точку запятую. Так как это все подобные языки, здесь точки запятые очень важны. Окей, как вы видите, у нас уже не тускло, нормально загорелся светодиод, потому что мы на него подали напряжение с помощью метода digital write. Теперь надо нам сделать так, чтобы этот светодиод мигал. Как это сделать? Очень просто. Мы должны просто прописать код, который мы должны сказать, чтобы наш светодиод отключился. Окей, все, на 10, low, и начинаем варенировать. Что-то случилось, что-то мы сделали неправильно. Как вы видите, у нас светодиод, он включился и остался включен, он не мигает. Хотя у нас в ходе написано, чтобы он мигал, мы его включаем. В чем проблема? Проблема в том, что микроконтроллер работает на очень огромной скорости. На скорости... Работает на очень огромной скорости, на скорости тока, и вот этот код он выполняет очень быстро. То есть когда вы пишете high и сразу пишете low отключатель, он не успевает его отключить. То есть он только high успевает делать, low быстро пропускается. Так как у нас loop постоянно повторяется, вот этот код постоянно повторяется, он успевает только сделать high. Для того, чтобы такого не было, мы можем включить функцию delay, она у нас делает паузу. Как мы говорили, мы хотим, чтобы у нас светодиод включался и отключался. Допустим, я хочу, чтобы он включался одну секунду и отключался через одну секунду. Окей, мы вот поставили delay тысячу. Почему тысячу? Потому что аргумент delay принимается в миллисекундах, это значит одна секунда. И снова ставим моделирование. Как видите, ничего не поменялось, у нас свет идет, снова горит, не отключается, мигает. Почему? Это очень часто ошибка, которую делают начинающие на первом уроке. Они забывают поставить паузу после того, как отключился светодиод. То есть как это делать в микроконтроле? Он сначала включает, потом ждет секунду, отключает и сразу, когда возвращается на начало loop, он обратно сразу выполняет включение светодиода. И для отключения не было паузы. То есть мы должны паузу поставить тоже для отключения. Окей. И вот, как вы видите, у нас получился мигающий светодиод. Он у нас выполняющий инкрус, который у нас внутри DigitalWriter. То есть сначала выполнил, то есть в void loop, и сначала выполнил DigitalWrite, потом паузу сделал, потом выполнил DigitalWrite, который отключает светодиод, и обратно сделал паузу. На этом я завершаю моделирование. Я забыл сообщить, что вопросы и ответы принимаются у нас всегда до 11.40, то есть до 40-го минуты вебинара. Поэтому все вопросы до 11.45, до 40, то есть до 40 мы сейчас на эти вопросы ответим. На следующем вебинаре я уже покажу, как это делать уже на Ардуинке самой, и мы сделаем небольшой проект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!